Здравствуйте, господа подмастерья и мастера! Сегодня мы начинаем последнюю сессию нашей мастерской интеллектуала в ДГУ. Тема для всех одинаково важна. Вот для всех людей, которые вступают в ту или иную коммуникацию. Сегодня вы услышите много интересных вещей, потом поймете, почему эта тема всегда всех касается. Вы, наверное, всегда ловите себя на мысли о том, что не хватает для убедительности больших, более веских, более обоснованных аргументов. Часто мы в детстве говорили, все люди так считают, весь класс пойдет туда, на себя посмотри и так далее. Я перечислила самые нелепые доводы, которые никогда не привлекают наших коммуникантов как достойных, заслуживающих уважения, скажем, субъекта. Давайте начнем. Сегодня у нас мастерами является Бахеева Марина Викторовна, кандидат в филологических наук, доценка ангеринского языка и общего исказания. Бахеева Марина Викторовна, преподаватель кафедры английской филологии, который собирается почти по этой теме защищать кандидатскую диссертацию в ноябре 2015 года. Я модератор. Так, пожалуйста, начнем. Бахеева. Начну сразу вот с основного. Для того, чтобы перейти к нашей теме, нам нужно сначала понять, что такое убеждение, речевое убеждение. Убеждение — это прежде всего метод воздействия на сознание, результатом которого должно стать изменение наших взглядов, мнения по какому-либо вопросу. Есть множество ситуаций, в которых нам требуется убеждение. Ну, даже начиная с детства, да, мы учимся убеждать сначала маму в том, чтобы купить какую-то игрушку, плачем, используем еще какие-то другие доводы. В общем, в принципе, убеждение пронизывает всю нашу жизнь. И, конечно, некоторые скажут, что речевое убеждение в большей степени важно для тех профессий, в которых убеждение является суть. Это пиар-менеджеры, это профессионалы в рекламе, это, возможно, журналисты, политики. Но на самом деле, если мы проанализируем нашу повседневную жизнь, мы увидим, что все-таки убеждение жизни — это вообще непрекращающийся процесс убеждения. И качество нашей жизни зависит от того, насколько мы умеем убеждать самих себя, других, и от того, как мы воспринимаем то, когда убеждают нас другие. И вот последнее, оно может быть, на мой взгляд, даже важнее всего остального. Потому что мы должны не только уметь убеждать других людей, но мы еще должны уметь защищаться от убеждений, которые могут быть для нас вредны. История знает немало примеров, когда ложные убеждения обладевали людьми, и это приводило к страшным последствиям. Поэтому, я думаю, вас убедило в том, что убеждение, знать законы убеждения нужно каждому. Ну и вообще иметь представление о том, из чего состоит убеждение. Для того, чтобы начать понимать, что такое процесс убеждения, нужно обратиться еще к античности. Потому что вы знаете, кто изучал риторику, что еще в V веке до н.э. появилась риторика, и прошло, получается, более 2000 лет. И еще в античности были рассмотрены, изучены то, что составляет убеждения. И согласно античной классической риторике, убеждение состоит из трех категорий. Это этос, пафос и локос. Рассмотрим все по порядку. Что такое этос? В переводе с греческого, в античной философии, этос обозначал привычки, нравы, характеры, темпераменты, обычаи. И мы видим, что этос также перекликается с понятием этики. Этично, действительно. Все это взаимосвязано семантически. И этос называют в риторике средства убеждения, обращенные к нашему нравственному началу. Это какие-то наши ценности. Но не всегда это собственно нравственные ценности. Есть, вы знаете, сейчас различные направления в риторике, которые изучают особое внимание, уделяют ценности. Ну, ценности это не только то, что мы оцениваем с точки зрения хорошо и плохо. Ценности это вообще суть нашей жизни. Это, собственно, наши убеждения. Ну, вот, например, как учат определять свои ценности в мере лингвистического программирования. Они учат задавать вопросы, почему это важно для нас. Ну, например, какой-то жизненный контекст, возьмем, там, дача, семья, работа. Почему это важно для вас. Что для вас в нем ценного. Почему вы без этого не можете. И такая серия вопросов, на которые вы отвечали, наконец, забираетесь до вот этой самой ценности. И понятно, что когда вы приходите в аудиторию, чтобы ее убедить в чем-то, вы должны прежде всего понимать, какие ценности владеет этой аудиторией, что для нее важно. И это залог успеха любой аргументации, любого убеждения. Целая область в риторике, так называемая топика, на самом деле занимается вот этим изучением, как ценности, да, может превращаться в аргументы. Следующая категория – пафос. Это общеизвестное слово, и оно в обыденной жизни имеет несколько другое значение, которое есть в риторике. Наверное, вы связываете слово пафос с таким напущенным состоянием эмоций, которые не соответствуют для чего ситуации, слишком, да, возвышенно, слишком значительная какая-то эмоция, которая не соответствует ситуации. Но на самом деле, конечно, в основе, ну, так сказать, прямого значения слова пафос лежит действительно эмоция, воодушевление, страсть, возбуждение, применительно к риторике – это чувство, которое мы вкладываем в речь. Также пафосом называют намерение или замысел речи. Казалось бы, у людей бы разное значение, но на самом деле все это очень взаимосвязано. Почему? Потому что когда оратор стоит перед аудиторией, очень важно, чтобы он был искренним. Искренность – это чувство, да, которое владеет оратором, когда он убеждает в чем-то публику. Ну, должно владеть. Потому что если вы чувствуете, что оратор не верит в то, что сам говорит, аудитория, естественно, теряет доверие к этому оратору. И вот эта вот эмоция, которая сопровождает, вот этот пафос, искренность, да, чувство, которое сопровождает всю его речь, это и есть то, что работает, конечно, на результат убеждения. Это, то есть можно даже, ну, не изучать, так сказать, сценическое искусство, быть артистом для того, чтобы понимать, как выступать, быть настоящим оратором. Главное – верить в то, что вы говорите, искренне, да, хотеть донести то, что вы хотите донести до аудитории. И тогда, тогда аудитория поверит вам. Следующее – логос. Логосом, ну, вот в переводе гречи уже тогда было два значения. С одной стороны, это слово, мысль, смысл. С другой стороны, это понятие. То есть получается, что это одновременно и слово, и одновременно понятие. То есть логика и язык здесь совмещены, да, в одном вот термине логос. С точки зрения риторики, логосом принято называть средство убеждения, обращенное к нашему разуму, к тому, что есть у нас рационального. И, конечно, это очень важная часть. Несмотря на то, что часто говорят, что не на всех действуют логические доводы, доводы разума, люди хотят эмоциональные, психологические доводы услышать, тем не менее, речь без логических доводов будет пустой и бессодержательной. Ну, и надо сказать, что также логосом принято называть язык, на котором вы обращаетесь к аудитории. Ну, язык, это, конечно, понятно, что я к вам должна обращаться на русском языке, ну, можно, конечно, на бурятском языке, но боюсь, что не все поймут, да, это будет не совсем верно. Но здесь имеется в виду не только сам выбор языка как такового, а имеется в виду, что вы должны говорить на доступном, да, понимании языки. То есть с юристами я должен говорить на одном языке, если я юрист, конечно, если были бы здесь одни филологи, да, возможно бы речь моя была совсем другая. А здесь аудитория из разных студентов состоит, поэтому, конечно, я редактировала свою речь с пониманием этого. И для того, чтобы привести пример, закрепляющий это понятие, вот лет пять назад был суд присяжных, где обвиняли человека, которого обвиняли при домышленном убийстве. И когда состоялся суд, его признали, суд присяжных признал невиновным. И когда брали интервью адвоката, он сказал, ну, вы знаете, я был убежден, что он невиновен, у меня были доказательства. И, ну, и, конечно, адвокат составил свою речь, учитывая, что присяжные заседатели у нас женщины, пенсионеры, да, не юристы. И, как вы понимаете, как выступала сторона обвинения. Сторона обвинения, суд присяжных, вы знаете, бывает редко, да, только в некоторых случаях обвинители государственные, они выступают на всех судах, и они привыкли к тому, что аудитория, адресаты, юристы, да. То есть их речь была наполнена криминалистическими терминами, да, юридическими терминами. И в итоге, хотя они были убеждены, что у них доказательная база сильна, да, в итоге суд присяжных пришел к выводу, что он невиновен. И вот вам логос, пафос и летос в одном лице, когда прокурор не учитывал ни адресата, да, ни его летос, ни ситуация, к кому он обращается, ни где это происходит, что это. И в итоге вот такая вот печальная картина. Сейчас я хочу передать слово своей коллеге, которая обратит внимание на логос, потому что все-таки, как я уже говорила, аргументация это то, что делает нашу речь содержательной и доказательной. И знать, что такое аргументация... Прежде чем вы передадите слово, я все-таки позволю себе задать вопрос, ну, подытожить. В общем, раньше мы считали, что красиво говорить это уже риторика, да. То есть главное уметь орудовать словом, сплетать красивые нити и слов, и этого было достаточно. То есть означает ли это, что сегодня в не риторическом аспекте человек должен убеждать искренне, то есть искренне, интенсивно, но основываясь на ценности. То есть три столпа мы говорим, да. То есть мое красивое убеждение должно быть этически корректным и, скажем, искренним. Оно может искренне, конечно, учитывать еще условия. Я про этос не сказала, что еще под этос поднимаются условия. Ну вот я сюда пришла, я должна учитывать, какая аудитория моя, что за тема. Если бы я начала говорить о чем-то другом, вы бы сказали, подождите, остановили меня, сказали, что это спокойно, нам это не нужно. Поэтому, конечно же, учет ситуации, условия важен. И в риторике всегда было два направления, которые считают, что риторика это для элиты, это красивый слог, который не каждый оценит. Но и всегда была такая риторика, понимание риторики, которая должна оценивана именно на конкретный практический результат. Потому что все-таки риторика классическая вышла прежде всего из судебной риторики, где действительно важно в итоге, что будет результатом, линовен, не линовен. И всегда все-таки риторика это наука, искусство об убеждении, действенная наука, тактическая. Марина Викторовна, спасибо большое. Наталья Ивановна, приступаем к своей аргументации. Но я хочу вас, господа слушатели, все-таки нацелить на основной такой вот ключевой вопрос. Вот дискурска настоящая является аргументацией, если он не искренен, или все-таки мы будем с оговоркой говорить, что вот человек-политик, которому нужно обязательно получить место депутата Барсовета, он может красиво нас убеждать, но при этом он искренне не будет доверить на эти ценности наши, которые, как мы говорим, из поколения в поколение передаются. Вот можем ли мы все-таки разбить вот этот дискурс, настоящий дискурс убеждения на два типа, скажем, постепене искренности. Вот все-таки вот этическая сторона вопроса нам должна быть более интересной. Так, пожалуйста, Наталья Ивановна. Можно я отсюда? Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, как мы уже поняли, черта рассуждения аргументировать была характерна и для античных мыслителей, с них все и начиналось. На это обращали внимание представители и других эпох. Античность представлена в лице Платона и Аристотеля. В послевоенные годы XX века усиленный интерес к аргументации можно объяснить стремлением широких слоев решать вопросы посредством полемики, дискуссии, вопросов политического, экономического, даже бытового характера, которые неотъемлемые от аргументации. Вообще существует в теории аргументации несколько подходов. Ну, я не буду углубляться, я просто скажу, что вот логико-философский, он основан на понятии истинности защищаемого тезиса. То есть дается какой-то тезис, аргументы, антитезис, контраргументы. И логико-философский подход, он представлен в Нереванской школе, которая возглавляется Георгом Брутьяном. Вот он, собственно, что говорит об аргументации. То есть тезисы, антитезисы, опровержения. Тезис создает убеждение в истинности тезис и ложности антитезиса, как у самого доказывающего, так у оппонентов. Мы рассмотрим пример аргументации в жанре кредитного предложения. Вот пример, в частности, потребительский кредит без обеспечения. Выдвинутый тезис, оптимальный выбор, если вам нужен кредит на сумму до 1,5 млн. и максимально быстро, а также аргументы. Сумма кредита на любые цели, процентная ставка, срок кредита и так далее. В структуре кредитного предложения мы не видим ни антитезиса, ни его опровержения, не представлены. Но, наверное, на данном этапе, поскольку у нас связь односторонняя, представлены только кредитные предложения со стороны банка, и мы не знаем, как реагирует на это потенциальный клиент, дальнейшие исследования, конечно, можно дальше и проводить. Но на данном примере мы видим тезисы и аргументы в кредитном предложении, но они не являются истерпывающими. Вы можете, Наталья Ивановна, все-таки уточнить, что такое тезис и антитезис? Тезис – это общее утверждение какое-то… Например, возьмите кредит. Так, антитезис – это? И антитезис здесь не представлен. Антитезис было бы, если бы не было. Ну, если бы вы представили. То есть, да, не берите кредит, например. В этом банке, а берите, например, в нашем банке, если бы было бы. И тогда были бы контраргументы, наверное, представлены в том, что у них было бы больше сумма, наверное, кредита, процентная ставка пониже, или срок кредита, скажем, даже поменьше, чтобы быстрее от него… А может считаться антитезис, если мы предлагаем… Вот возьмите в нашем банке кредит на 500 тысяч рублей, процентная ставка 19%. Если вы в ноябре возьмете, там будет 24%. Это антитезис. Это будут, наверное, аргументы в защиту антитезиса. Почему вы должны взять этот кредит в ноябре, скажем? В защиту тезиса, наверное, а не антитезиса. Антитезис, потому что вы же пытаетесь переубедить, не брать в этом банке, а возьмите вот эту. Я как торговец, я менеджер банки, говорю, вот сегодня возьмете на 19%, а через полгода в ноябре возьмете на 24%. А, тогда да, тогда как аргументы в пользу тезисов. Но если бы у нас была полемика в данном случае, то есть мы бы записали каким-то образом речь клиента потенциального, то есть если бы он пытался в какой-то степени торговаться и давал бы свои тезисы и свои аргументы в пользу своего тезиса, получается контраргументы с этим аргументом, то, наверное, можно было бы говорить о продолжении этой структуры. Но вот на этом примере мы не видим продолжения согласно структуре, предложенной Брутяной. Лингвистический подход представлен киргизскими философами. На нем подробно не будем рассматриваться. Давайте перейдем к следующему, к прагмодиалитическому подходу. Основоположником стал немецкий ученый Арнольд Гюнтер. И он предлагает исследовать аргументацию с точки зрения теории коммуникации. И Эмирен Гратен должен связать аргументацию с теорией речевых актов, общение лиц к обмену речевыми актами, разной степени сложности. И ключевым моментом в теории речевых актов является коммуникативная цель говорящего. То есть говорящий, либо пишущий вам в данном случае пытается призвать и убедить достичь своей коммуникативной цели, чтобы человек взял кредит, например. И для того, чтобы достичь этой коммуникативной цели, он апеллирует к ценностям. Вот в прагмодиалитическом подходе, наверное, можно дальше. Рассматривается теория аргументации в широком плане жизнедеятельности вообще. То есть Гюнтер не был удовлетворен только лингвистической стороной, потому что для него она казалась очень узкой, и логика казалась слишком абстрактной. И он попытался совместить вот эти два подхода. И пришли к выводу, что человек, когда аргументирует, он пытается изменить какие-то ценностные установки, восприятие адресата и так далее. Прибегают к ценностям в кредитных предложениях. И говоря о ценностях, необходимо сказать, что существует несколько определений. Но суть большинства из них сводится к тому, что ценность объявляется предмет некоторого интереса, желания, стремления или объект, значимый для человека или группы лиц. В данном случае мы говорим о банке как группа лиц, и мы называем его экспертным сообществом. Ценности становятся неотъемлемым элементом всякой деятельности. Хотя в 20 веке, в начале 20 века Вебер говорил о том, что недопустимо присутствие ценностей в аргументации, поскольку аргументы должны апеллировать к истине, к фактам. Поэтому путь вхождения ценностей в теорию аргументации был не очень-то уж таким и простым. Мюрдаль в своей работе все-таки предположил, что, наверное, ценности, о допустимости в науках явных оценок. И ученый вправе делать оценки, но он должен ясно их отделять от фактических утверждений. Но Ирин, отечественный ученый, говорит о том, что ценности являются все-таки неотъемлемым элементом. И аргументация насквозь пронизана ценностями. Если мы посмотрим даже материалы исследования, в частности, кредитное предложение. Здесь, правда, на английском языке вот этот пример, и дальше мы рассматриваем. Здесь авторы прибегают. Вот. Такие ценности, как получение скидок, избежание пения, все, что интересует делового человека при оформлении кредита. Это take advantage of supply and discounts, avoid all with you payment penalties, reduce interest costs и так далее. Эти высказывания являются выражениями ценностей, которые разделяют представители бизнес-сообщества или экспертного сообщества. Говоря о ценностях, естественно, я уже забежала немножко вперед, существуют различные классификации, экономические, материальные ценности. Вот эти ценности, которые мы рассмотрели, в этих классификациях, они называются экономические, материальные ценности потребления или область практической пользы. Как с другими словами, Наталья Ивановна, ценности все-таки это не совсем те культурные ценности, на которых мы основываем свои жизни, имеем в виду общекультурные ценности, этнокультурные ценности. То есть это совершенно другой специфический корпоративный аспект ценностей. Если говорить, допустим, о бизнес-сообществе, но можно говорить и о культурных ценностях. Допустим, если мы посмотрим, у меня здесь нет в презентации примеры американских банков и российских банков. Российские, они больше склонны к соборности, а американские, вот примеры американских банков, они более индивидуальны, и, наверное, все-таки это связано каким-то образом культурными особенностями. Опоследованно связаны с нашими культурными ориентирами, способами познания и культурными ориентирами. Спасибо. Дальше. Марина Викторовна... Очень надеюсь, то, что мы говорим, понятно аудитории, что мы соблюдаем структуру, логос, язык, на котором мы обращаемся к вам. Действительно, ценности, это самое интересное, наверное, что есть новейшие аргументации, и оно действительно имеет специфическое значение. Сейчас мы представим перед вами дебаты, и вот наши студенты, отважные люди, которые будут публично дебатированы с другом, представят аргументацию. Эти дебаты будут проходить по определенным правилам. То есть, аргументация будет в искусственных условиях, конечно, но зато такие дебаты помогут вам увидеть множество нюансов, о которых вы, конечно, не успели сказать за отведенное время. Итак, я прошу подняться на сцену наших спикеров, команду утверждения и команду отрицания. А тезисом сегодня мы выбрали, думаю, всем понятный тезис «Замужество мешает карьере женщин». Вот такой тезис мы выбрали. Господа, пока наши дебатчики выкраиваются, я вас скажу что после дебатов естественно будет оценка, которая будет даваться экспертным методом и у нас будет время для вопросов. Пожалуйста, готовы и вопросы вообще по аргументации по чисто практической деятельности, на теоретической деятельности. Многих там для чего мы не будем. А у нас идем активного участия. Что у вас интересует? Марина Викторовна, представьте, пожалуйста. Я бы хотела, чтобы по правилам дебатов сами спикеры представляют друг друга, поэтому мы им отведем время. Значит, у нас есть правила, которые я сейчас дам. У вас есть правила? Так, Марина Викторовна, я слушала. Так, экспертное жюри, я прошу все-таки Владимир Викторович показать экспертов. Так, рядом с вами сидит Наталья Сергеевна Цыгникова, нацент, как-то переводами кандидат филологических наук, доцент, как-то русского языка, общего языка, общего языка. Но это ни в коем случае не означает, что вы тоже можете ставить голос оценки, если вы чувствуете, что субъективный момент настал, и для этого нужно добавить степень объективности. Пожалуйста. Предайте, пожалуйста, что такое. Возьмите, Они не обязательно должны говорить о том, что вы можете говорить о том, что вы можете использовать и так, наши спикеры могут иметь, могут брать за время дебатов два тайм-аута в любое время. У нас есть сохранитель времени, тут вызвался наш человек, и дебаты регламентированы, у каждого спикера есть свое время. Итак, начинаем наши дебаты. Помните, да, команда утверждения замужества мешает карьере женщины, и команда отрицания замужества не мешает карьере женщины. Итак, слово предоставляется команде утверждения выступает спикер номер один. Пожалуйста. Всем здравствуйте, меня зовут Галина, и наша команда выступает за следующее утверждение, то, что замужество мешает карьере женщины. Итак, во-первых, хочется сказать, во-первых, хочется обратить внимание на семантику самого выражения замужества. То есть, замужем, это когда женщина стоит за ним, за своим партнером, следовательно, ее функция это помогать ему реализовать себя. И женщина является его помощником, помогает ему, а сама посвящает свою жизнь своему мужчине. Также хочется отметить то, что в нашей стране семья имеет традиционный уклад, то есть, когда мужчина зарабатывает деньги, обеспечивает семью, а женщина является хранительницей семейного очага. Еще знаменитый писатель Лев Николаевич Толстой говорил то, что идеальная женщина это та, которая следит за хозяйством, хранит очаг, воспроизводит потомство и воспитывает детей. Ну и не стоит забывать о том, что дети они всегда требуют внимания. Если мы строим карьеру, то нам не хватает порой времени, чтобы уделить достаточное внимание своим детям. Вспоминается эпизод из-за на передаче, где брали интервью у ребенка, когда он уже будучи взрослым, говорил о том, что его мама строила карьеру, его мама являлась ведущей программы «Спокойной ночи, малыши», и ему не доставало внимания, когда его мать рассказывала сказку, желала «Спокойной ночи» всей стране, но при этом ему не уделяла внимания. Вы, конечно, можете сказать, что существуют примеры успешных женщин, которые построили свою карьеру, например, Маргарет Тэтчер и другие, Анжелина Джоли, но хочется сказать, что это частные примеры, то есть мы говорим о типичных случаях, мы говорим о том, что происходит сейчас везде в реальной жизни. Да, случаи успешных женщин есть, которые построят свою карьеру, но это является исключением. И даже если женщина становится успешной, становится успешной более, чем ее муж, то это может подорвать его самооценку, то есть это тоже подрывает в какой-то степени институт семьи и мешает успешному замужеству. то есть тут следует выбрать либо вы посвящаете свою жизнь полностью семье, либо посвящаете полностью свою жизнь своей карьере. То есть чтобы более эффективно достичь этих результатов, нужно соответственно выбрать что-то одно. Пока аргумент один мы выслушали, все-таки я к аудитории обращаюсь, пожалуйста, записывайте некий аргумент, который вы никак не принимаете. То есть мы будем еще обсуждать в конце. Поэтому возможно у вас будут какие-то критические замечания не только по способу аргументирования, но по объему, по использованию допустим сложных слов или допустим не совсем понятного непрозрачного договора и так далее. Пожалуйста, записывайте как вода слушайте. Мы продолжаем дебаты и слово предоставляется команде отрицание. Третий спикер команды отрицание будет сейчас задавать вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте. Всем меня зовут Бетонова Елена. Я представляю нашу команду, что мы против того, что замужество мешает карьерному росту человека. Вы говорили то, замужем такое слово есть, как замужем. То есть женщина стоит замужем и она идет опорой своего мужчины. Считаете ли вы, что сейчас на данный момент мир развивается и этимология этого слова может меняться? То есть значение этого слова может меняться? Считаете ли вы так? Этимология слова, конечно же, может меняться, да? Нет, она не может меняться, но значение его уже может меняться. То есть оттенки значения обретают другие. Но как я уже говорила, мы имеем традиционный кладцем и чтобы реализовать себя либо как жену, либо как человека семейного, либо как человека строящего карьеру, нужно во что-то одно сделать помню. Спасибо. Просто все-таки это слово оно в данном значении мне кажется уже имеет совершенно другое значение то есть мы не можем говорить что на сегодняшний день женщина стоит замужем. Считаете ли вы, что на данный момент мы видим очень мало примеров женщин, у которых есть прорыв, то есть карьерный рост. Вы сказали об этом, да? Да. Считаете ли вы, что в данном зале сидящие женщины, сидящие наши преподаватели, у них нет карьерного роста? Я думаю, что очень есть карьеры, естественно они реализовывают свои амбиции, но в какой-то степени, но не в полной. То есть есть женщины, которые действительно выходят на такой уровень, когда они вы так как сказали, что все-таки есть, я вы ответили на мой вопрос. Спасибо. И далее. Вы говорили о том, что жизнь, я забыла извините фамилию, имя, отчество, ведущая, которая спокойно очень малышей у нас, Валентина Леонтьевна. Вы говорите то, что карьерный рост мешает, в смысле замужества мешает карьерному росту. Но посмотрите, она же сделала его. Она сделала, давайте посмотрим на ее семью. уже вопрос не стоит. разве успешно ее замужество, то есть она разве она сделала карьеру. Она карьеру сделала, но ее к тому жеству она не является тоже полученной специальной. отрицания продолжает команда отрицания и первый спикер команды вступает в бой. Пожалуйста, спасибо. Меня зовут Назима Екатерина и я представляю нашу команду, которая выступает в поддержку аргумента, что замужество не мешает женщинам строить карьеру. И во-первых, следует определить, что такое карьера. Карьера это успешное продвижение той или иной области, то есть общественной, служебной, научной или профессиональной деятельности. И существует определенное стереотипное мнение о том, что женщины должны сидеть дома, воспитывать детей, но в повседневной жизни мы видим, что такое мнение уже может считаться ошибочным, потому что многие женщины умеют и могут вполне успешно совмещать и карьеру, и семью. И также нам нужно заметить, что как женщины и мужчины уже имеют равные права, и об этом не нужно забывать. И также женщины имеют право реализовать себя, развиваться и строить свою карьеру. И нет такого закона, который бы запретил бы это. В то же время мы можем увидеть, что огромное количество женщин имеет семью и имеет карьеру. И при этом пример мы можем привести Наталью Водянову, у которой есть четверо детей, которые хорошо воспитаны и прекрасно живут. И она, Наталья Водянова сделала прекрасную карьеру моделей. и сейчас у нее есть своя благотворительная организация, которая успешно существует и которая успешно реализуется в нашей стране. Это обнаженная ассистенция, если я не ошибаюсь. Следующее, также следует отметить, что замужним женщинам существует больше доверия со стороны работодателей. Они намного ответственнее и работают усерднее, так как незамужние женщины воспринимаются мужчинами и руководителями как потенциально возлюбленные, а женщинами как соперницы. И также в нашей стране сложно содержать семью, где работает только один человек. То есть это экономически просто невыгодно. Итак, и семья в этом плане мотивирует как мужчин, так и женщин реализовать себя в карьере и работать намного усерднее. И также я хотела бы в конце привести такой маленький список женщин, которые вполне смогли себя реализовать как в карьерном плане, так и в семейном плане. Это Маргарет Тэтчер, Хиллари Клинтон, Ирина Хакамадо и также можно сказать, что Ангела Мерки также является прекрасным примером. Эти женщины сделали прекрасную карьеру, многие которые в правительстве и также имеют семьи и никто из чья семья не жаловался. Спасибо. Спасибо. Так, никто пока не просит тайм-аут и мы продолжаем дебаты. И слово переходит к команде утверждения. Третий спикер команды утверждений сейчас будет задавать вопросы к только что выступившему спикером. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня первый вопрос. Что вы считаете успешным карьерным ростом? Ну вот вы все время делали акцент на том, что женщина делает карьеру, женщина добивается карьеры. Что является успешным карьерным ростом для вас? Лично для меня вы имеете в виду? Мы вроде бы сразу сделали акцент на том, что мы не будем идти на личности. Мы не будем ставить личное превыше общего. Мы идем только от традиционных укладов, от традиционных семей, от традиционного опыта. Если говорить только об успешной карьере, то это подразумевается, что женщина вполне успешно работает, продвигается по карьерной лестнице. Если женщина продвигается по карьерной бизнесе, то это можно успешной карьерной. Я спросил итог. Вы сказали то же самое, что мне сейчас до этого говорили, приводя свои аргументы. Я задал конкретно вопрос, что для вас является вот показатель, вершина карьерного роста. Что это? У каждого человека... По-моему, в каждой профессии можно добиться, допустим, ну, грубо говоря, да, работая в сфере техобслуживания. Что там будет верхом карьерного роста? И можно ли считать это успехом в своей жизни, ради которого можно пожертвовать семьей? Не, ну, следует также понимать, что у каждого человека есть свой определенный пик, который он хочет... Мы опять переходим на личности. Ну, мы должны воспринимать это. То есть, допустим, я могу сказать, что пик, допустим, любой карьеры, это является какая-то руководящая должность. Правильно? Правильно. То есть, ну, не все хотят... Что неправильно. Я не считаю это правильным. Хорошо, да. Какая ваша... Я задаю вопросы, не вы. Хорошо, что просто большая. Второй вопрос у меня. Вы привели пример Водянова. Извините, вы знаете Наталью Водянову лично? Нет, нет. Вы знаете, какая у них ситуация в семье? Нет. А вы знали Маргарет Тэтчера или других, кого привели? Вы на сто процентов можете сказать, что у них все было хорошо в семье. Я могу судить по тому, что... Нет, вы, вот вы уверены... Можно я скажу? Я не дозадал вопрос. Вы задали вопрос? Я не дозадал вопрос. Хорошо, давайте, может... Я теперь дозадал вопрос. Вы просто повторите вопрос, будьте так любезны. Вы лично знаете Наталью Водянову. Это вопрос? Да. Нет, не знаю. Нет, не знаю. Спасибо. Спасибо. Мы продолжаем дебаты и снова... Так, и слово переходит ко второму спикеру команды утверждения. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Я бы хотела сказать для начала, что приводимые нашими соперниками доводы не являются такими уж и убедительными, потому что, ну, как уже сказал предыдущий спикер, мы не знаем, вот, люди, которые построили карьеру, мы не знаем их лично. Мы не знаем, что скроется, что кроется за тем, что они построили успешную карьеру. Это совершенно не значит, что у них было все гладко и счастливо в семье. Но, с другой стороны, конечно, если только строить семью, только вот прямо удариться в семейный очаг, это не может быть хорошо. Ну, допустим, осталась мать-одиночка, и у нее нет никакой карьеры, и тогда она, конечно же, остается совершенно беспомощной, так как не может себя обеспечить, да? Ну, если, например, потеряла кормильца. Но все-таки думаю, что важнее будет строить что-то одно. Если у женщины будет крепкая семья, для нее не будет страшного уже ничего. И можно примером привести, если вдруг ваш ребенок, вы приходите домой, вы такая счастливая, можно сказать, успешная женщина, которая построила великолепную карьеру, добилась руководящей должности, если это считается пиком успешности, но вы приходите домой, а ваш ребенок вас практически не знает. Он спрашивает, а почему моя мама так часто не бывает дома? И вы на это ничего не можете ответить. Вы не сможете вложить в своего ребенка то должное воспитание, которое требуется ему. Вы не можете уделить ему должное внимание. Поэтому мы все-таки считаем, что замужество мешает карьере. Спасибо. Спасибо. Снова мы передаем команде отрицание. И первый спикер команды отрицания будет задавать Алине, только что выступившего спикеру, вопросы. Пока у меня есть такое утверждение, наверное. Вот вы говорили про матери-одиночек. Они, скорее всего, многие из них были, как уже было понятно, наверное, замужем. То есть и они после развода сидели дома, воспитывали детей. Правильно я понимаю? Правильно. А после развода, как вы думаете, за счет чего они будут жить? Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Знаете, если женщина успешна в семье, она, наверное, сможет найти другого кормить. То есть вы считаете, что за женщиной, а вот у меня такой личный вопрос. Вы сейчас учитесь для того, чтобы иметь семью? Вы пришли в университет, чтобы найти себе мужа? Я сейчас лично учусь для того, чтобы у меня было образование. Это не значит, что я прямо ударюсь в свою работу, буду работать, вот прямо не покладая рук. Но это запасной вариант все-таки. Как запасной вариант. А вообще самое главное – это создать свою успешную семью. И если вдруг будут какие-то проблемы с финансами, если вдруг мой муж будет мало зарабатывать, я смогу ему помочь. То есть я смогу тоже зарабатывать. И тогда мы будем уделять, успевать должное время и работе, и семье. То есть вы утверждаете, что это будет возможность совмещать карьеру и семью? Да. Спасибо. Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь? Слово предоставляется. У вас есть еще вопрос? У вас нет вопроса. Спасибо. Теперь продолжает команда «Отрицание». И второй спикер команды «Отрицание» выступает под своими аргументами. Здравствуйте. Меня зовут Амир Ханяна Ильина. У меня очень хорошо. Меня зовут Амир Ханяна Ильина. Я хотела сказать по поводу примеров. Как вы сказали, что все те примеры, которые мы привели, мы их лично не знаем, мы с ними не знакомы. Но мы их брали как бы в глобальном. Но мы запросто можем привести примеров тех людей, которым мы знакомы. Мы с ними общались, общаемся и знаем, что они продвигались по карьерной лестнице. У них замечательные семьи. И при том они работают и уделяют нам внимание. Это наши же преподаватели. Я очень многих знаю в связи с тем, что учусь очень долгое время. Я знакома со многими преподавателями, которые когда-то только преподавали какую-то дисциплину. Сейчас через определенное время являлись деканами и директорами. Поэтому это личные примеры. И мы гордимся этими людьми. Вы сказали, что мы не знаем этих людей. Но вы тоже не знаете или, может, знаете про того ребенка или лично вот эту семью, этого ребенка, мамы, которая работала, а ребенок остался недоволен и мало отделен вниманием. Но опять-таки хотелось бы сказать, что очень многие... Это зависит от человека. Для того, чтобы подниматься по карьерной лестнице, семья и замужества никак не мешают. Потому что человек, который умеет распределять своим временем, он может распределить его так, что будет хватать и на семью, и на работу, и на карьеру. Я как бы не являюсь примером, конечно, но я и работаю, и учусь, и являюсь мамой двоих детей. Поэтому, когда мы с мужем поднимались по карьерной лестнице, открывали свое дело, конечно же, мы были в семье вместе, и мы делали это вдвоем. И это нам никак не помешало. Наоборот, помогали друг другу. Психологическая аура в семье, она намного благоприятнее, чем настроение и психологическая аура того человека, который живет один. Поэтому и семья, наоборот, дополняет, помогает, чем отдельный человек, когда, тем более, если есть дети, а человек один. Мы считаем, что никак не мешает, а наоборот, даже помогает, способствует карьерному росту. Спасибо. Спасибо большое. Ну, что хочется на это сказать. Вы утверждаете, что знаете много людей, в том числе преподавателей, которые построили свою карьеру, и при этом у них успешная семья. Но, как уже спрашивал Сергей, что является вершиной успешности карьеры. То есть, да, женщина зарабатывает, она как-то отчасти сама реализовывается, но при этом она как бы разрывается то в одну сферу, то в другую. И можно ли считать это пиком ее карьеры? То есть, она помогает зарабатывать мужу, то есть, это все идет, опять же, на семью. То есть, в основном идет цель заработка. А сама реализация, конечно, и ее амбиции до конца, они не раскрываются, да. Также мы можем утверждать то, что мы видим, что у людей и карьера успешна, и семья успешна, но опять же, мы не видим, что у них внутри, мы не видим то, что творится с этими детьми. То есть, многие дети от этого страдают, и это психологическая подоплека, которая не видна сразу невыраженным глазом. То есть, даже сам ребенок может это не выражать, и это в себе не определять конкретно, но это может иметь место и как-то влиять на его психологическое здоровье. И до этого тоже предыдущий оратор говорил, то, что когда женщина одиночка, это воспринимается плохо на работе. То есть, если она замужняя, то к ней относятся как-то по-другому, более снисходительно, более приветливая к ней, относятся. Но мне хочется сказать то, что если женщина вышла замуж, и начало ее карьеры, она только начинает ее строить, и она только вышла замуж, ну как известно, где это возраст от 20 до 30, допустим, то у женщины наступает этот возраст, когда она должна родить ребенка, то есть в семье, и у нее возникает такая угроза декрета. И мне кажется, что наоборот, работодатели, они не очень-то приветливо относятся к тому, что возникает такой момент, то, что женщина вот вышла замуж, следовательно, скоро у нее там запланируется ребенок, скоро она улетит декрет, и это невыгодно работодателю. Ну, у меня все, спасибо. 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 Наши дебаты входят в свою завершающую фазу, и слово предоставляется третьим спикером. Сначала выступает команда утверждения. Третий спикер команды. Тормал, два, три, выректик. Может, возьмем? Да, пожалуйста, две минуты. Да, вот две минуты, и мы должны с вами уже без наших дебатчиков поговорить. Вот есть мнение, ну, предварительное, да? Пожалуйста, Валя. Ну, вот, честно, да, я, давай тебе, да, я магистрантка, я выступаю для церкви, у меня есть семья, я учу. Мне кажется, что карьера мне так не мешает, ну, вот, на моем случае это ушло. Наоборот, я лучше понимаю... Так, аргументы пошли. Мой муж мне не мешает расти в карьерном плане. Так, первый аргумент. Мы, наоборот, понимаем друг друга. Ну, то есть я понимаю, что у него какие-то другости... Муж понимает, что мне нужен карьерный рост. Так, так, второй аргумент. Я считаю, что вот, когда сидишь дома, наступает такое угнетемное состояние. А когда ты развиваешься, то есть какое-то развитие, ты... Так, другими словами, ты можешь оставаться дома, это означает быть асоциальным, то есть ограниченным в социальной сфере, что не позволяет расти моему интеллекту, моим именем и так далее. Это второй аргумент. Так, третий аргумент. А моё развитие, ну, вот, влияет на моё естественное настроение, да, а мой ребёнок зависит, как бы, от моего настроения. То есть если у мамы хорошо, то и у него тоже хорошо. Хорошо. Значит, ребёнок эмоционально меня поддерживает в моих устремлениях и верованиях. Да, третий аргумент. Значит, три аргумента поступило. Если аргумент, мы тоже мини-дебаты делаем. Так, это было утверждение. Кто-то хочет отрицать. Значит, на три аргумента вы можете дать аргумент минус. Аргумент плюс, три и, пожалуйста. Может, господа мужчины захотят выступить против этих трёх аргументов? А можно выступить против аргументов? Так, пожалуйста. Не вот, как девушка сказала, а вот команде. Когда говорилось, что работодатель устраивается, девушка на работу. Говорят, что она семейная, дети есть. Мне кажется, наоборот. Вот подставить себя на место... Извините, пожалуйста, каймалов закончился. Ну ладно, продолжим через следующую паузу. Итак, слово предоставляется Сергею. Он третий спикетушной команды. Сергей Смельников, отделенный журналист. Мы спросили у наших оппонентов, что они считают карьеры. Они не смогли нам отменить. Мы спросили, знают ли они их лично. Они не знают их лично. У них появился личный... У них есть личный пример. Извините, пожалуйста. Элина. Элина, прекрасный пример. Но, опять же, мы, наверное, всё-таки больше будем склоняться к тому, что это исключение из правила, а не общее. Вы сказали о преподавателе. Я три года учусь в университете. Да, я тоже хорошо плотно общусь с преподавателями. Но я что-то не припомню, чтобы кто-то из них мне рассказывал о своей семье. Всё-таки рассказывать о семье это более лично и интимная вещь, я считаю. Но мы всё-таки больше сейчас будем говорить не об этом. Так уж вышло то, что я единственный мужчина из участников дискуссии. И я посмотрю на это со своей точки зрения. Почему я буду против, чтобы моя жена строила карьеру? Всё-таки это будет эгистично, но я хочу построить карьеру. Я добытчик, и я главный в семье. И я хочу приходить домой и видеть там уют, тепло, счастье детей. И хочу, чтобы там всё было идеально. И скажу честно, когда женщина тоже работает, у неё нет времени приходить домой уставшей и делать это всё идеально. Это будет накапливаться злоба, агрессия, ссоры, взаимные претензии. Никто не говорит, что женщина должна сидеть дома в клетке. Не будем забывать, потому что есть работа, как просто метод достатка, заработка стабильного, чтобы иметь деньги, переносить их либо в семейный бюджет, либо тратить их сугубо на себя. А карьера это такая вещь, которая должна подразумевать под собой полное вливание себя в работу. Вы сказали то, что семантика слова «замужество» меняется в современном мире. Мне кажется, что я не могу быть замужем за мужчиной, поэтому семантика вряд ли меняется этого слова. А главное, в этом плане... Я с неё мысль потерял. А, да, вот, да. То, что это слово «замужество» так и должно остаться традиционным. У нас и так в условиях постоянной перемены всего вокруг хоть что-то должно оставаться неизменным. И семья, как основной социальный институт, и одна из образующих ячеек успешного стабильного общества не должна меняться. А карьера, она требует полного погружения в себя, потому что главная цель – это вершина. А достигнув одной вершины, её может стать малой, и захочется достигнуть второй вершины. И выбирая между карьерой и семьёй, нельзя остаться где-то посередине, потому что если ты за двумя зайцами погонишься, ни одного не погонишь. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. И слово предоставляется команде «Отрицание». Третий спикер команды. Как можете здесь послевать? А я просто большой. Удобный. Можно я подсоюсь? Спасибо большое команде «Напротив». Мы бы хотели вывести итог и сказать о том, что вы немножко отклонились от нашей темы. Тема нашей беседы является «Замужество мешает карьерному росту». То есть вы перешли полностью на семью, на ценности семьи, дети, воспитание и всё остальное. При этом не доказывая того, что всё-таки карьера, точнее замужество мешает карьерному росту. Не было доказано. АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем женщинам тратят столько времени на образование, чтобы что? Чтобы быть замужем и варить, не знаю, там сидеть, ну точнее не сидеть дома, как вы сказали, не в клетке, конечно же, да? Тем не менее, творить добро, в смысле сидеть с детьми дома и всё остальное. Зачем женщине столько лет тратить на обучение? Тогда бы мы все шли бы на поварах, куда-нибудь, не знаю, курсы фарикмахера и всё остальное. Всё-таки нашей целью является не только заработок у женщины, да? Но также и собственное удовлетворение от жизни, да? Собственное satisfaction, да? То есть мы должны для себя, мы должны себя самореализовать. Поэтому мы и учимся, и зарабатываем, и идём по карьерной лестнице. Вы сами сказали о том, что вы сможете спокойно совмещать и семью, и карьеру. Карьеру, работу. Работу, да? Я же сказал, работа и карьера важны. В карьеру, карьера была, вы сказали, да. Дальше. Дальше вы перешли на личный пример. Хотя от этого сами отрицали, что не надо на личности переходить, да? От мужчин. Тебе ревать меня, так, за умение. И ещё также, что делать тем, что женщина, у которого муж не работает, да, не идёт по карьерной лестнице? Всё-таки женщина должна самореализовываться. И мы считаем, что было достаточно примеров того, что женщине не мешает замужество, а наоборот даже способствует собственному развитию и, ну, как бы, расти и идти по карьерной лестнице. Ну, это наше мнение, я так думаю, мы считаем, что, в принципе, карьера, она не мешает. Замужество не мешает. Одно скажу, нет, одно скажу. Потому что, ну, получается, там же опровергли конкретно то, что я не доказал. Я доказал от обратного. Так это постфактум, потому что, уже, постфактум. В целом, существуют правила дебата, да? Правила дебата. Уважаемые слушатели, уважаемые, говорят политфункциональные мастерии, дебаты завершены. Они проходят строго по правилам и, к сожалению, несмотря на то, что у команды утверждения есть ещё какие-то возражения, они уже не могут выступать. Поэтому дебаты завершены. Судьи сейчас подытожат, даётся вам буквально одна минуточка. Так, Наталья Сергеевна, вы, пожалуйста, пройдите наверх. Так, а мы, пока жюри приходят к единому мнению, понятно, что жюри вольны. Свои оценки давать не обязательно присуждать первое и второе место, это абсолютно их приоритет. Так, давайте дальше будем рассуждать. Так, пожалуйста, мы слушаем ваше мнение. Так, но я хочу предпочтить, что да. Прошу внимания. Дело в том, что многие из вас, я чувствую по вашим глазам и мимикам, что вы хотите своё убеждение нам навязать. Мы сейчас обсуждаем способы аргументации, да. То есть ваше убеждение, то есть ваша семья, ваша жена, чего хотят или не хотят, пока что пусть не должны сейчас озвучиваться. Просто способ аргументации, это немножко другое поле. Поэтому постарайтесь следовать логосу, эйтосу, пафосу, да. Правильно? Так, пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валерий Янов, кафедра политологии и социологии. Я почему-то сегодня был на стороне команды утверждения, что всё-таки замужество оно мешает карьерному росту. Но это ваше личное действие? Нет, я считаю, что всё-таки российское государство, российское общество – это традиционное общество. Я думаю, все с этим согласны. И сегодня не издаются законы, которые позволяют таким развиваться по другому пути, по западному пути, где появляются такие социальные группы, как гомосексуалисты и так далее. Мы это знаем. Именно в этом случае, когда женщина обособляется от мужчины или делает мужчину, не предоставляет ему вот этого традиционного и женственности своей, и ставит его в неловкое положение, когда отнимает у него позицию добытчика, то есть это всем известные антропологические данные, я хочу сказать, что именно в этой ситуации мужчина всё-таки теряет это, и вот этот дисбаланс происходит мужчина с мужчинами, с женщинами с женщинами, вот это происходит. Вы говорите об тезисе «Замужество мешает карьере женщины», а у нас тема немножко другая сегодня – речевое убеждение. Вот вы сегодня посмотрели, как выступают, и у вас у всех были возражения. Вот вы сейчас хотели дополнить, вы хотели поправить, но на самом деле перед вами, между прочим, очень подготовленные студенты, которые имеют опыт, они молодцы вообще, они у нас в делимости участвовали, но при этом вам казалось, почему же они там об этом не сказали, почему он это забыл, почему здесь растерялся. Вот хотелось бы задать вопрос, например, Алина всегда такая была убедительная, в какой-то момент она была растеряна. Вот скажите, пожалуйста, Алина, в чём была проблема? Что случилось? В том, что эта тема касается непосредственно меня, и я именно хочу отстоять своё мнение, и поэтому эмоции зашкаливают, когда начинают, теряешься. Вы хвилили вместе эмоциональный ступень. Да, эмоциональный ступень. Смотрите, да, то есть аргументация, аргументация, то, что у вас в голове – это одно, да, а то, как вы вдруг начинаете реализовывать в реальне, да, это совсем другое. То есть мы сегодня не говорили о помехах, да, аргументации. Вот это одна помеха, когда эмоция зашкаливает, и вдруг вы начинаете просто плохо владеть, контролировать, да, своим вот этим эмоциональным, то, что у вас в голове. Хорошо, а ещё вот какие трудности, например, испытала сторона отрицания? Хотелось бы задать вопрос, пока, вот то, что мешало вам аргументации. Скажите, пожалуйста, вот третий спикер. Вы, вроде бы, у вас была такая ясная, чёткая позиция, а в конце вы выступили не очень уверенно. В чём была проблема ваша? Ну, у нас не было тайм-аута, и в смысле нужно было всё подытожить, и в речь третьего спикера тоже так же я должна была прослушать, это всё записать. Мысли ещё не успели у меня... То есть вы забыли взять тайм-аут, получается? Ну, возможно, если бы я взяла его, то есть мысли бы мои были бы логичные, более запасные. То есть получается очень сложно сразу реагировать, да? То есть реально, вот вам говорят аргументации, а вы должны сразу реагировать, да? То есть вот фактор времени, и вы, если на самом деле сам наш сознание, да, не так способно быстро реагировать. Марина Викторовна, ещё всё-таки умение у них начальной степени. То есть умение надо всегда развивать, совершенствовать, да? Человек сразу, стройно, последовательно, логически, аргументированно говорить, он должен учиться от шага к шагу, к следующему шагу и так далее. То есть голова – это не компьютер, и память у нас не всегда хорошая, крепкая, долгосрочная, да? В этом плане, конечно, в любом случае умение аргументации – это всегда умение, а умение нужно что делать? Марина Викторовна, я бы ещё вот тут хотела, у нас был сегодня очень интересный пример, когда Сергей задавал вопросы, да? Он был очень слегка агрессивен, такой вот Сергей вообще харизматичный, такой вот человек, он заходится по настоящему аудитории, настоящий мужчина. И вот смотрите, это очень показательный пример, потому что наша его оппонент, вы как зовут? Катя. Катя, она такая, видите, такая, нет, нет, нет. Но в жизни и так бывает, что, к сожалению, нас не всегда окружают интеллигентные такие, очень токсичные, прямо такие внимательные люди, да? Мы сталкиваемся с огромным количеством, с разными типами. И вот, как это, Сергей – один из тех разнообразных, да, личностей, которые нам встречаются в жизни и с которыми нам приходится общаться. И вот посмотрите, да, какое смятение человек испытывает, когда такой напор, да, перебивают, а те, как-то неудобно перебить, сказать, так, так же, так, стоп, да? Стоп, я поняла, я сейчас отвечу на вопрос, да? Как-то усилить. Вот эта вот жизнь, да, вот как в реале происходит наше общение. Пусть это чуть-чуть искусственно, да? Но вот такая вот очень показательная ситуация. В этом искусственном пространстве было много естественного, да? То есть человек индивидуально, эмоционально ведется. Я хочу в защиту Сергея выступить. Все-таки, не забываем, логос, пафос – это, да? Вот то, что он использовал очень интенсивный напор, это все-таки относится куда? К пафосу, конечно. Пафос должен иметь место быть. А это как раз естественность. Для дебатов это естественность. Да, 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 для дебатов. Поэтому, возможно, это был психологический прием, который он использовал на то, чтобы смутить своего оппонента, да? Так, есть еще мнение по поводу аргументации? Не ваше личное мнение, что жена должна сидеть дома, а именно по способам аргументации. Есть? Нет, по пафосу. Так, пожалуйста. По стороне вот отрицания. То, что приводили в пример, я читаю и записал, Ангела Меркель, Хиллари Клинтон и Маргарет Тэтчер. Во-первых, у нас тут аудитория вроде все россияне сидят, у нас в априори просто отношения с Западом не очень достоверно. По команде. Ну вот, еще хуже оппозиционер, очень ярче, да? Это, во-первых. Во-вторых, то есть Ангела Меркель, Хиллари Клинтон и Маргарет Тэтчер, это, ну, во-первых, я сказал то, что как бы аудитория у нас здесь россияне, во-вторых, и со стороны семьи, и с профессиональной стороны эти люди как бы не очень-то хорошо реализовались, вот смотря вот с этих сторон. Поэтому, мне кажется, нужно было бы более актуальные российские примеры использовать, нам близкие. Но я как бы эту сторону не рассматриваю, я ту хотел рассмотреть, это отдельный вопрос. Есть еще мнение? Многие люди хотят выступить, пожалуйста. Здравствуйте, я студент СП, 3-й курс. И вот хочу смотреть это с психологической стороны. Вот я хочу ссылаться на такого авторитета, как Абрахам Маслова. Наверное, все знаете пирамиду областного потребностей. Маслова. Да, да, да. Вот так говорится, вот, самоактуализация – это вершина потребностей. То есть, когда мы голодны, мы не можем самоактуализироваться. Ну, хотя бы большинство, статистическое большинство и так далее. Вот. А самоактуализация, во-первых, это карьера. Итак, я хочу пользоваться тезисом утверждения. Хочу дать аргумент в том, что пока у нас нет физиологической потребности, нет социологической, то есть, семья, в это время, мы не можем говорить про самоактуализацию, то есть, карьеру власти и достижение какой-то высокой иерархии, какого-то организации. Так, спасибо. Они не учли это в своей адгументации, да? Очень хорошая мысль. Вот Сергей правильно задавал вопрос, что такое вообще карьерный рост? Вот как измерить в граммах, фунтах, либо в метрах, в сантиметрах, да? То есть, очень хорошая подводка к этому вопросу. То есть, если бы были более подготовлены дебатчики, они бы сразу определили для себя. То есть, какова потребность в таком карьерный рост? То есть, до какой точки доходят мои амбиции? Вот до удовлетворения моих потребностей. Я могу жить, допустим, в трехэтажном, трехстаметровом коттедже, но мне этого мало будет. Я захочу второй коттедж, третий коттедж, я захочу бизнес, центр иметь и так далее. Вот мои потребности, да? То есть, это ответ на вопрос. То есть, нужно было сказать, каковы потребности в таком карьерный рост, а здесь нужно было апеллировать этим, да? То есть, вот этот момент, спасибо нашему студенту с СПФ, который подсказал, ну, сказал некую шпаргалку, да, озвучил. Так, спасибо. Еще есть выступление? Потому что, когда говорят, женщина не может реализовать себя и подниматься по карьерной лестнице, абсолютно резонный вопрос, какова эта лестница, какова длина этой лестницы, да? Правильно? Для кого-то это вот карьеру осуществить, просто поступить на работу, правильно? Для кого-то занять место, допустим, технолога, для кого-то это маркетолога и так далее. Поэтому для начала все-таки нужен был исходный пункт, все-таки сформулировать, что такое карьерный рост. Это наша, может быть... Ну, образовательные технологии дебаты вообще используются в нашем университете, и, конечно, возможно, мы тоже уже участвуем в таких дебатах. Ну, а теперь слово предоставляем нашему уважаемому судье, Ирина Жамсаранна, пожалуйста. Так, Ирина Жамсаранна, может, сюда пройдете? Это чисто, потому что я в середине сидела. Так, Ирина Жамсаранна Степановна выступает от экспертного сообщества. Это тоже легальный термин. Экспертное сообщество – это люди, которые в деталях знают вот эту систему знаний, да? Так, пожалуйста, перед нами командами Степановна. И ты, и другая команда были не близки к идеологу, так скажем. Так, мы посмотрели 6 плюсов и минусов у этой команды, 6 плюсов и минусов у этой команды, то есть 3 спикера и 3 отвечающих, и там и здесь. Если смотреть по пунктам, то первыми выступала утверждающая команда Галина Дремина, здесь в общем и целом, при том, что у нее были минусы, значит, у нее были аргументы, что за мужем, что семья, что помочь мужчине надо, что семья традиционная, и отчет должен быть традиционным, Лев Толстой, идеал женщины, дети требуют внимания. Пример отрицательный, мама там, ведущая спокойно ночи малыши, успешные женщины, все это частные примеры, так и надо выбирать что-то одно. Здесь в целом за аргумент, за это выступление мы поставили плюс, потому что при отрицании все-таки здесь больше положительного было. Затем вопросы отрицающей стороны, что Новая Елена говорила, в наше время за мужем так ли это, и прочее, этот аргумент был не очень сильный. Здесь, потому что вы хорошо парировали, что у нас традиционный класс семьи. Здесь был хороший аргумент с обращением к живым людям, так скажем, к преподавателям, которые сияют в зале. С детьми на столе. Да, и что вы прицепились к преподавателям? В общем, в зале много преподавателей женщин, которые считают ли вы их карьеру неуспешной и так далее. Так, здесь был так вот 0,5 балла, так скажем. Дальше, отрицательный спикер Назимова Екатерина. Здесь, честно говоря, сильным аргументом было только, что семье трудно без второго работника. Остальные аргументы были не очень сильные, поэтому здесь был минус. Здесь третий спикер, утверждающий Сергей. У нас, как сказать-то, отрицательно мы реагировали все втроем на агрессивную манеру ведения дебатов. Все-таки это дебаты, это не перепалка. Поэтому затыкать рот с той командой, только на том, что настаивать только на своем, это неправильно. Так, и здесь, что есть успешная карьера, карьерная лестница, все-таки что это, руководящая должность все-таки что это, и все такое наступательное манерное, очень сильно вам повредило. Поэтому здесь был минус. Вот на 100% ли вы уверены в семьях тех женщин, о которых вы говорите, лично ли вы их знаете. Нежелательно держаться в агрессивной манере. И аргументация по логике тоже не очень выдержалась. Так, поэтому здесь был минус. Алина здесь, утверждающая, вторая сторона, сильный довод был с матерью-одиночкой, а остальные доводы были слабые. Поэтому здесь так тоже 0,5 баллов получилось. Отрицающая сторона здесь, Елена говорила, вопросы задавала. Здесь сразу скажу, что плюс. Из трех аргументов два сильных были. Сильные аргументы были, что вы учитесь для семьи все-таки или для себя. Там и здесь ответ Алины, что я найду другого кормить. Он совсем не по теме получился. Так, и этой стороне удалось добиться от стороны отрицающей, что тогда вы все-таки будете совмещать карьеру и семью. Им пришлось признать, что да. Кому удалось сделать? Им пришлось признать, что да, будем совмещать. То есть здесь несомненный плюс в эту сторону. Потом второй отрицающий спикер Елена. Здесь тоже плюс поставили мы сюда, потому что опять они обратились к примерам, которые рядом с вами. И был очень сильный аргумент, что все зависит от человека. Если он умеет распределить время, то будет и семья, и работать, и все будет хорошо. Здесь был плюс несомненный. Здесь утверждающая сторона Галя Дремена выступала, что ей совершено успешности, что женщина разрывается там, и выходит, что цель заработать, а не реализовать себя. Это сильный аргумент, которые считали. И что дети страдают, даже если по ним этого не видно. И отрицание, что к замужним женщинам плохо относятся на работе. Здесь был сильный аргумент по поводу декретного отпуска. Поэтому плюс в эту сторону. После таймаута Сергей здесь, несмотря на его агрессивную наступательную позицию, что вообще в дебатах не положено говорить, что вот та сторона не может ответить, вы не смогли, вы не парировали, вы все равно не сказали, еще чего-то такое. Так не положено делать в дебатах. Сильным аргументом посчитали мужскую позицию, что вот я хочу построить карьеру, а не женщина, не жена и все такое. И здесь был сильный аргумент, что институт замужества должен быть неизменным, что-то в нашем обществе все-таки должно быть стабильным. И за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Тоже сильный аргумент, здесь плюс в эту сторону. Так и последний, отрицательный третий. Здесь, значит, ну здесь было сильным тезисом было, что тогда зачем тратить время на образование. Там цель не только заработки, но и удовлетворение, а все остальное было слабеньким. Последние, там мужские работающие вообще съехали. Поэтому здесь больше минус. В итоге, таким образом, вообще я думала, что победит эта команда, но здесь получилось 4 с половиной, здесь получилось 3 с половиной. Вот так. Ну все. Давайте, кто считает, что победила команда. Вот нет. Да. Ну давайте сначала вот так. Победила команда вот эта. Хочу поздно. Поднимите руки. Так, вижу. Ну а теперь команда с мужчиной, которая... Больше, больше, да. Все-таки, да. Ну вот, Ирина Шацанова сказала, что у тебя это сильно вел, Сергей, это же не так, но на самом деле на дебатах... Так, виду, может быть, цель. Так, вот так. Они еще подчетко, вы не ответили на вопрос. Ну, у нас такая образовательная технология, возможно, нам мы потом с Ириной Шацановной это обсудим. Мы тоже на этом хотели сделать акцент. Ну так уж лучше, что мы в ноябре участвовали в Олимпиаде Всероссийской приторики, где был конкурс дебата, и который мы, вот мы были как раз втроем команда, мы его проиграли, грубо говоря, из-за того, что у нас не было перчика, как именно там выражались. Самое главное в дебатах, что должно быть, это должен быть способ разжечь команду соперника, чтобы пошли аргументы нормальные. То есть, там было 5 минут времени. Вот не как здесь, да, на каждое положение, там было 5 минут на все вот это. И пока мы друг с другом раскванивались, приветствовались, время кончилось, ничего не сказали, и в итоге обе команды от этого потеряли. Поэтому подобным образом я и наша команда хотели сделать так, чтобы именно дискуссия была лучше. Хорошо. Хорошо. Ну ладно, ладно. Как же у вас свое мнение? Как же у вас свое мнение? Так, правильно. Господа, вот я еще, три минуты. Извините, можно я вам сказать? Так, пожалуйста, вот вам слово, раз выступила эта команда, вам слово. Затем три минуты еще было нашим подмастерьем, потом подытоживаем. Как, пожалуйста? Вот вы сказали, что вы участвовали в конкурсе по риторике. Мы, в свою очередь, участвовали в теме университетом из США, Флориды. И во время нашего деба у нас не было никакой агрессивной тактики. Также время у нас было ограничено, и мы вполне были способны доказывать свои точки зрения. При этом у нас не было, так сказать, такой агрессии, как была здесь. И не было такого напряжения, мне кажется. Дело в том, что вообще нас всегда учат бип-малайцы очень быть бежливыми. И поэтому, на самом деле, мне кажется, тоже сыграло огромную роль. И тем более, когда мы были в дебатах с Флоридой, они, наоборот, даже поддерживали оппозицию. Если мы говорили какое-то толповое мнение, они стучали все по столу, и вместо аплодисментов они, наоборот, поддерживали. То есть немножко разные... Это система аргументации, видите, разная. В международной практике есть такой метод, когда аргумент оппонента нравится, все стучат по столу. То есть это означает, одобряем, одобряем вас. То есть понятно, что это культура тоже аргументации, которая напрямую связана с нашим бытом, нашим способом. Я вам сказал не своими словами, я сказал словами жюри Всероссийской Олимпиады. Так, хорошо, все, закрываем. Так, наши дебатчики хотят выйти из-под моего контроля. Кто здесь хозяин? Так, модератор хозяин. Так, давайте вот 2-3 минуты еще. Кто хочет выступить именно по способам аргументации? Мы агрессивность все-таки опускаем, она имеет место быть и в жизни, и в учебных, и так далее. Поэтому абстрагируемся. Ну, у меня небольшая ремарка по поводу манеры. Насколько я знаю, в дебатах есть вообще разные стили, подача материала стиля, аргументирование. То есть это бывает агрессивное. Может быть, на самом деле, вот у спикера 3 я не считаю, что была агрессивная манера, потому что он задавал вопросы по существу и требовал такого назначенного ответа. При этом он не оскорблял, не нападал, просто ждал ответа. А если человек уже начинал выходить в другую сторону, задавал еще раз вопрос. То есть агрессии, например, я не увидела. А что касается момента... То есть это был интенсивный, скажем, способ аргументации? Вопрос по существу, соответственно, он ждал ответа по существу. Я не говорю, что их аргументация была рациональной. Что касается эталонов, у каждого, видимо, был свой эталон идеальной аргументации. То есть у них это мнение жюри, у них это мнение американских коллег. Мне кажется, что в дебатах с американцами это же все-таки был такой обучающий процесс. То есть это не значит, что сами американцы в дебатах ведут себя именно так. Может быть, они не ведут себя так, так или по-другому. То есть нужно учитывать, что не все дебаты должны проходить именно с таким образом. То есть прагматический аспект дебаты называется. Еще есть, пожалуйста. По поводу аргументации, я могу сказать, что есть еще такой вид формирования аргументации, как использование каких-то статистических данных. Например, было бы весомым сказать, что сколько женщин все-таки, например, в политической сфере участвуют, в народном курале, 8% это женщины. Почему именно так? Почему не наполовину? Почему в нашем обществе именно такое происходит? Статистика не была привлечена. Это связано с временем? Любая статистика это и есть что? Результат, который показывает достоверность. Когда говорят, при чем тут примеры, это тоже неверно, правильно? Примеры, то есть люди, персональные, и плюс статистика, это и есть уровень представления верификации, то есть достоверности. Так, пожалуйста, еще кто-то хочет сказать? Так, может быть, остальные члены жюри хотите? Елена Васильевна, нет? Так, ну, на правах модератора я все-таки хочу подытожить. Вообще, теория коммуникации, которая в частности актуализируется в теории аргументации, в неориторике и так далее, очень важная дисциплина. Вот мне лично бы хотелось, чтобы вот эта теория аргументации преподавалась на всех факультетах Бурятского государственного университета. Вот почему? Вообще, в нашем группе информационных вой, куда мы пришли вообще на сегодняшний день, мне представляют, особенно выпускники университета должны уметь не только владеть, получать информацию, находить ее, но и отставить свою позицию, ну и, соответственно, владеть техникой аргументации. То есть, овладели знанием, мы должны дальше делиться этими знаниями, да? То есть, у нас очень часто считается, что должны хорошо уметь говорить, вообще так считается, говорить просто, да, не то, что аргументация, что должны филологи, журналисты, политологи, историки там, да, а остальные другие факультеты, которые не имеют другие какие-то специальности, более автономные, скажем, не обязательно нужно говорить, скажем, да, уметь аргументировать. То есть, уметь говорить хорошо, красиво, но при этом искренне и все-таки опираться на нравственные постулаты. Вот последнее, это наши абсолютно обязательные составляющие. Вот зачем нам обучаться красиво говорить, если мы нравственно не повышаем свой уровень, правильно? Абсолютная вот эта точка нашего движения навстречу, это есть что? Любой дебат должен нам приносить пользу именно в повышении нравственного потенциала. За 7 мы завершаем работу, в будущем году мастерская будет продолжаться, поэтому добро пожаловать в будущем году посещать мастерскую интеллектуологии. АПЛОДИСМЕНТЫ